Всем привет! С вами снова Александр, интернет-магазин Antelive.com.ua Сегодня буду разговаривать с вами, точнее размышлять, о модели GAU-G5. Получили мы эту модель, пока в стандартной версии, версия 1.4, то есть 1 гигабайт оперативной памяти, 4 гига встроенных. И давайте стандартно начнем с комплектации и с упаковки. Во-первых, коробка у GAU-G4 пока не меняется. Вот в такой вот коробке, как поставляется GAU-G4, в такой же и этой модели. Значит, в комплекте тут все более чем стандартно для GAU-G4. Это USB кабель и зарядка. Обязательно будет переходничок в комплекте, мы их долаживаем самостоятельно. А я уже говорил по поводу этой модели нашим клиентам, которые звонят до обзора, еще до того, как игрался с этим смартфоном, что дизайн у модели полностью айфоновский. То есть здесь все металлы, все материалы, все сделано под айфон. Значит, спереди у нас идет Gorilla Glass экран, три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Сверху у нас динамик, датчик освещения, датчик приближенности, фронтальная камера. Сбоку, с этого боку у нас качелька громкости, только качелька громкости реализована в виде двух кнопок. Это вверх, это вниз. Тут у нас кнопка включения-выключения, сверху разъем под наушники, и снизу решетка динамика, микрофон и разъем под microUSB. Сзади у нас металлический корпус, здесь у нас есть логотип GAU, здесь есть задняя 13-мегапиксельная камера с вспышкой, и вот такие вот интересные вставочки. Скорее всего, это такой пластик интересный, он такой полустеклянный, в нем отражаются предметы. Снимается данная крышка очень интересно, нажимается вот эта вот кнопка вниз, и отщелкивается сама крышка. Под крышкой смартфон имеет вот такой вот вид. Во-первых, стандартная версия поставляется с аккумулятором на 2000 мАч, работает смартфон с двумя симками, одна симка большая стандартная, а вторая microSIM. Само собой, у нас есть слот под microSD-карточку. Вот так вот выглядит данная модель без аккумулятора. Аккумулятор на 2000, довольно-таки тоненький, аккуратный, удобный. Рассмотрим дальше, мы немножко позже, как этот аккумулятор работает с этим смартфоном. Напоминаю, что размер экрана у данной модели повторил с моделью GU-G3S. То есть, тут такого же размера экран, и это прекрасно, я считаю, потому что мне не нравятся вот эти вот мега-смартфоны с большими размерами, там под 7 дюймов, даже 5, для меня это большой. Я пользуюсь 4 дюймовым, поэтому считаю, что размер самый, что ни на есть, оптимальный. Но выскажу свое недовольство. Я считаю, что данный аппарат немножко будет не востребован на рынке, но это мое сугубо такое личное мнение. Все почему? Да потому что компания GU в этот раз откровенно сплоховала. Она сделала модель практически полностью копирующую iPhone 5. Однако, iPhone 5 тоньше, iPhone 5 меньше, iPhone 5 изящнее, и iPhone 5 круче. Мне абсолютно не нравится этот дизайн. Если бы производитель делал копию, то нужно было делать ее уже до конца iPhone, а не подобие iPhone с вот этими вот китайскими вставками. То есть, люди, которые пользуются китайской техникой, такой как GAU, ZOP, TCL, они знают, что это за производитель, они знают, что это за модель. Если модель будет браться как бы для понтов, для запонтоваться там, что это вот у меня iPhone, я считаю, что это немножко не тот вариант, который им подойдет, потому что это видно, что это не iPhone, видны вот эти все логотипы. В общем, по дизайну мне не нравится. По сборке никаких нареканий у меня нет, все выполнено супер, много металла, много классного стекла, темный, такой приятно темный экран и удобный размер. Поэтому по дизайну однозначно я от себя ставлю минус, по эргономичности, по удобству и по качеству сборки однозначно плюс. Такого уровня сборки, ну, как бы редко встретишь. В китайцах до 3000 гривен. Но в данной модели это есть. Итак, что же предлагает нам производитель внутри данного смартфона? Смартфон называется GU-G5. И давайте посмотрим эти технические характеристики через программку Antutu, четвертая Antutu Benchmark. Значит, модель GU-G5, турбированный процессор у нас здесь установлен. Вот его частота реальная, 1508 МГц, 4 ядра. Здесь у нас установлен 1 гиг оперативной памяти, встроенной памяти здесь 4. Вставлена карточка памяти, у меня 16. Как и стандартная версия GU-G4, так и GU-G5 запилена работа таким образом, что все фотки, видео, игры, все устанавливается только на карту памяти. То есть, с одной стороны, это довольно-таки хорошо и удобно. Как вы все знаете, разрешение экрана здесь 720 на 1280. То есть, смею предположить, что совместимость с нормальными производительными требующими играми будет хорошая. Здесь есть практически все датчики, которые только можно знать и иметь желание их иметь у себя в телефоне. Значит, 12,6 Мп у нас задняя камера, фронтальная камера 3,7 Мп. Задняя камера снимает шикарно, об этом чуть позже. Значит, тестировал я данную модель через программку Antutu Tester. Количество точек касания для 4,5-дюймовой модели 10 точек касания. По экрану у меня нареканий никаких нет. Здесь нет никаких ни сосветов, ни битых пикселей, ничего я не увидел. Как вы можете видеть, что экран довольно-таки маркий и все отпечатки пальцев очень быстро остаются на экране. Протирать нужно очень часто, если вы хотите видеть свой смартфон идеальным. Конечно же, стоит посмотреть на данный смартфон через программку Z-Device Test, посмотреть все датчики и разобраться, что есть, чего нет. Значит, здесь есть рабочий GPS, об этом чуть позже. Компас, датчик освещенности, датчик приближения, вспышка на камере хорошая есть у нас. Есть гироскоп и все вот эти вот пространственные датчики. Если говорить о прошивке, то здесь мы видим уже сразу же на рабочем столе немного китайского софта, китайский виджет, который можно вот так вот просто взять, удалить. Здесь вот есть какие-то китайские папки, которые опять же можно удалить. Внутри в настройках практически все на русском языке. Опять же, есть немножко китайского софта. Это стандартная заводская прошивка. По поводу того, что как прошивка работает, сбоев, каких-то нюансов я не заметил. Немножко подлагивают рабочие столы. Внутри меню вроде бы все в порядке, все хорошо. В прошивке есть рабочий Play Market на русском языке. Супер юзер. То есть, трутуется эта модель буквально там за 2 минуты или одну, если знать и уметь. В настройках данная модель выглядит вот таким вот образом. Здесь можно посмотреть, что это прошивка 4.2.1. Собственно, работают все вот эти вот фишки GAU, стандартные такие, как были и в прошивке от GAU G4. То есть, это все вы знаете, это все вы видели. Одним из самых спорных моментов с выходом данной модели считался, какого уровня будет экран. Вы уже видите, что экран просто шикарный, что уровень яркости данной модели очень высок. Запас яркости также высок. Я обязательно сделаю вам обзор, сравнение моделей GAU G4, GAU G5. Я сделаю сравнение камер, я сделаю сравнение экранов и моделей в целом. Разберемся, чем они отличаются, какой лучше покупать, чему стоит уделить внимание. Сейчас же я вам хочу просто продемонстрировать яркость этого экрана. Во-первых, хочу акцентировать ваше внимание на то, что экран выполнен по OGS технологии. Углы обзора самые максимальные. То есть, здесь нареканий никаких нет. Это флагманская модель и она стоит довольно-таки дорого. И было бы глупо делать плохой экран на модели, которая идет после GAU G4, у которого был шикарнейший экран. И есть, в принципе. То есть, цвета у нас все очень яркие, очень такие ядовитые. Цвета у нас с повышенным уровнем белого. То есть, даже темные моменты у нас выглядят светлыми. То есть, это вам не Super AMOLED-экраны, Super AMOLED-матрица. Конечно же, по производительности данная модель будет справляться с любыми форматами видео. То есть, будет воспроизводиться без проблем формат 720p. Громкость, кстати, вот это максимальный уровень. То есть, довольно-таки нормальный результат. И, естественно, в Full HD форматы также будут воспроизводиться. О том, что будет ли удобно смотреть фильмы на таком размере дисплея, это уже, конечно же, решать вам. 4,5 дюймов, вполне нормальный размер, вполне актуальный на данный момент. Так, что еще? Конечно же, интересно посмотреть все-таки, как справляется данное железо. Вот эта вот связка HD-экрана, не Full HD, с процессором турбированным. Ну и гигабайт памяти, что он будет давать. Давайте посмотрим все современные игрушки. Ну, не все, но, конечно же, одни из самых популярных, одни из самых востребованных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, естественно, Asphalt 8. Обращаю ваше внимание на то, что стоит максимальный уровень графики и даже в менюшке данная модель подлагивает значительно. Хочу сказать, что данная особенность, я замечал даже на моделях GAU G4, то есть, именно эта игра вызывает у смартфонов GAU затруднения. То есть, все остальные игры идут абсолютно без проблем и максимально хорошо можно играть. То есть, только Asphalt 8 на данных моделях запускается почему-то с глюками и с багами. И идёт очень медленно. То есть, играть нужно либо на низких, либо на средних. Почему так? Не знаю. Смотрим. То есть, вы видели, что на максимальном уровне графики данная игрушка на этой модели абсолютно неиграбельна. То есть, нужно выставлять другой уровень графики. С любыми другими играми, современными, данный смартфон справляется на ура, с хорошим уровнем FPS, ничего нигде не проседает, не подтормаживает, не глючит. Очень интересным моментом в данном смартфоне и преимуществом над моделью GAU G4 стандартной версии является аккумулятор. Здесь у нас, во-первых, меньше экран, здесь 4,5 дюйма, и здесь у нас 2000-й аккумулятор. То есть, у стандартной версии GAU G4 там было 1850. Что мы имеем по факту? Синтетический тест Antutu Tester у меня показал 625 баллов. Это классный показатель для такого уровня аккумулятора, для такой емкости. И в просмотре видео у меня данная модель со 100% на максимальной, программной максимальной яркости села за 4 часа 50 минут до 15%. То есть, если бы я вогнал смартфон в ноль, то, наверное, это было бы 5,5 часов просмотра видео. Согласитесь, это довольно-таки хороший показатель. Также я уже говорил чуть ранее, что GPS данной модели также работает. Могу сказать единственное, что я его тестировал еще, как только я его распаковал, я был на улице, тестировал без каких-либо помощей, то есть, это не было ни EPO-карт, ни включены все функции. Ловил очень долго, но ловил. Потом, когда я включил, уже в домашних условиях, прогрузил ему через Wi-Fi EPO-карты, также первый запуск у него был довольно-таки длительный, но потом он ловил много спутников и уверенно отображал картинку на карте. Этот тест через Navitel и этот тест через GPS-тест. GPS рабочий, пользоваться можно. По поводу камеры. Камера здесь шикарная, задняя камера, одна из лучших, которые я видел. Снимает на 13 Мп, видео снимает в формате Full HD. Покажу, продемонстрирую вам просто пару фотографий. Вот это я снимал. Так, сейчас. Вот я делал фокус. Я делал фокус на номер машины. Все отлично видно, все читаемо, то есть, все супер. Видео снимает в формате Full HD. И качество изображения просто шикарное. Я обязательно скину вам эти все видео, фото. То есть, можно будет это все наглядно посмотреть. Ну, вы сами видите, какая четкость картинки, какое качество. Посмотрите это видео по отдельной ссылке. Что ж, можно подводить итог. Однозначно, за размер, за эргономичность данного смартфона я за этот телефон. Жаю хороший бренд. Здесь будет качество, здесь будет надежность. По сборке у меня нет никаких нареканий. Здесь металл. Все собрано отлично. Кнопки супер классно классаются. Спереди смартфон выглядит шикарно. Но есть у смартфона, по моему мнению, однозначно не минус. Это его дизайн. Разработчики зря сделали эту модель в форме айфона. Либо нужно было придумывать что-то новое. Какой-то свой дизайн. Либо нужно было делать уже чуть ли не полную точную копию на айфон. Чуть ли не в размере 4 дюймов. Как в действительности есть этот айфон 5. По всем другим параметрам мне смартфон очень понравился. Очень яркий экран. Очень сочные краски. Работают все заявленные функции. Отлично. Работает в данной модели OTG функция. Давайте, кстати, этот момент быстренько проверим. Потому что в основной части обзора я этого не показал. По крайней мере, производителям эта функция была заявлена. Смотрим. Да, действительно работает. У меня карта память, точнее USB накопитель. Все отлично работает. То есть модель с максимальным функционалом. Очень удобная. Как я уже говорил, обязательно сниму сравнение этих экранов с GIG4. Потому что в интернете и я, и вы видели все эти фотографии. Где нам показывают, что яркость у этого экрана на уровень, на порядок выше. А уже GIG4 ниже. Я считаю, что это был либо недостаточный уровень яркости, либо Photoshop. Обязательно сравню камеры. Обязательно выскажу свое мнение, какой лучше смартфон все-таки брать. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите на наш сайт. Будьте с нами. Следите за обновлениями. Всего доброго. Вам удачи. Продолжение следует...